добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить о наставничестве сегодня сегодня мы говорим об одной из трех ответственности обязанности наставника мы говорили о молитве сегодня мы говорим о наставлении что это значит собственно слово наставлять это слово означающее как бы направлять в нужном направлении то есть направить поставить на правильный путь послать в нужном направлении это не просто сесть и обучить дать человеку определенные знания хотя я думаю что наставник должен быть тренером и учить определенным конкретным и духовным практикам молитве изучению слова хождению в святости щедрости и так далее мы говорим сейчас не об этом мы говорим о собственно наставлении соломон мудрейший из живших на земле людей он сказал наставь юношу в начале пути его он не уклонится от него даже когда станет стариком поэтому очень важно в самом начале направить человека в нужную сторону показать ему тот самый единственно верный путь следования за христом который есть на мой взгляд все остальные пути заведут либо в тупике либо в ад есть только один путь который приведет нас на небо если мы пойдем за иисусом христом и важнейшая роль наставника во первых это показать куда идти и во вторых наблюдать чтобы твой ученик не уклонился левое или право то есть чтобы он не увлекся какими-то учениями не увлекся какими-то иными личностями какими-то проектами какими-то бизнес может быть вещами но был тем человеком который четко последовательно двигается за иисусом это одна из важнейших ответственности любого места